Крамара, не уходи, можем вдвоём поговорить, в принципе. А, у тебя же стрим с Ромарома. Да, у меня тоже стрим идёт, в общем. Ну чё, слушай, я тебя, кстати, давно пытался найти, выловить, чтобы мы с тобой, в общем-то, связались, чтобы у нас стрим тоже, как бы, состоялся, а тут ты, как бы, сам выскочил. А ты сиентист, получается, да? Сиентист такой. Не знаю, слушай. Я, как бы, я вообще фиософ восточного типа. Я понял, мне нравятся твои выкладки по даосизму, но люди рассказывали, что ты этим увлекаешься. У меня просто образование, как бы, такое, что философские традиции Востока по философии у меня были. И я по даосизму тоже немного угорал, как бы, ну, Джуанзи обожаю, там, Лао Цзи тоже читал, некоторые другие тексты там разные тоже читал. А Гасяня вот это. Гасяня давно читал, ну, то есть, там, трудно всё запомнить. А вот Джуанзи, это же с комментариями Гасяня. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Кстати, может быть, без комментариев. Я уже не всё помню. Я не знаю, без комментариев там я читаю. Так, про... Так, ну что вот обсудить даосизм? Ну, а что там обсуждать? Вот супрематизм, кстати, видит даосизму, если честно. Каким образом объясни тогда супрематизм и даосизм? Ты тоже понимаешь, считается, что вот истина, она же вот на Востоке, это общая концепция самая, считается. Это не критерий, это не свойство суждения, да, а это общая концепция, это истина на восточной философии. Вот получается, что Чёрный квадрат – это общая концепция композиции. Слушай, ты же читал, да, в общем-то, про Чёрный квадрат полностью книгу, наверное, Малевичу, и там он как, проводит сравнение с даосизмом? Вроде же, да. Нет, такого я не встречал, но большое количество искусствоведов, во-первых, ну, в основном с махизмом они ассоциируют, и к даосизму тоже отсылка есть. Вот там же есть вот, например, этот тайцзи, это же «Великий предел», как переводится. Да, «Великий предел». Но не только в даосизме, как бы, он ещё и в неоконфуцианстве, да, проявляется тоже. Ну, он пошёл-то оттуда. Ну да. Из-за ассизма. А конфуцианство, ну, я, конечно, не фанат. Я вот знаю, что конфуцианство, он с Фоли Слаудзи проиграл, ну, и, в принципе, понятно. Ну, я не с Фнессой проиграл, кто считает, что он проиграл? По каким критериям? Ну, ну, то есть... А он всё, он сам вышел, он сам с этим согласился. В каком аспекте? Тут просто, понимаешь, конфуцианство, оно как политическая и нравственная теория, скорее же, закрепилось в Китае, по большей части. Ну, это грязь. Ну, это грязь, да. До закрепилась, она на большем, как бы, массе, получается. А даосизм ушёл, наоборот, как бы, немножко вот в темноту. Он даже буддизму, по большей части, как бы, именно по массе проигрывал, получается, в итоге. Ну, получается так, я не спорю. Буддизм, он не про... Ну, там, во-первых, буддизм, он китайский, это стык этих направлений. Но, к сожалению, он вытеснил именно учения Гусяня о внутреннем, по-моему, или о тайном. По-таёмным, как-то вот так вот. Ну, конечно, с китайского трудно переводить, однозначно. Согласен тоже. Я считаю, что это существенная прореха вот именно этого, блядь, буддизма, что он вытеснил вот такое вот очень... Учение такое, Гусяня, как сказать, цитировал этот самый, как же его зовут-то, блядь, товарища... Ну, грубо говоря, цитировали западные философы, так называемые, Хайдеггер. Хайдегер цитировал, он вроде даже японских каких-то представителей цитировал, у него там всё вообще неоднозначно с Хайдеггером. У него тесная связь с Востоком, у Торченова об этом написано много. Вот. Торченова читал, кстати, соответственно, да. Кого-кого? Торченова, Торченова, исследователь русский такой. Не, ну, я просто учился на кафедре, где он преподавал как раз. Понятно. Но умер, к сожалению. Ты думаешь, что я настолько знаток? Да хуй знает. Он просто очень популярный в этом смысле. У него такие философские выкладки, он, наверное... Ну, он основатель кафедры в СПБГУ по философии Востока, и поэтому как бы он довольно знаменит вообще, чувак. Вот. И, кстати, книжки недавно про буддизм и про даосизм от него выходили. Они сейчас на прилавках в Питере почти везде лежат, так что вот вдруг-вдруг. Вот. А почему ты вообще, в принципе, угорел, получается, по даосизму? Ну, я вот говорю, у меня вот часто спрашивали про супрематизм, и действительно, как бы, там были отсылки на даосизм некоторые искусства. Я решил поинтересоваться, и действительно понял, что, в принципе, даосизм — это такой чистый островок философии. Он алогичен, там считается, что логика проститутка, то есть... А ты мне тут предъявлял, что вот логика, критерий истинности. Да, критерий истинности — это вот термин, скорее, логика Аристотеля. Ну, тут относительно истинности не всё так однозначно тоже. Смотри, дело в том, что там другая вообще концепция истины. Согласен. Истина — это как организационное начало. Согласен. Безымянное такое вот, да, оно. Да, это не свойство суждения, как вот у Аристотеля. А у Аристотеля это своё. Просто, поняшу, в чём дело, да, не все европейские философы расценивают истину как свойство суждения. Вот, 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 вот правильная формулировка будет. Аристотель скорее да, чем нет, а вот остальные нет, скорее чем, да. Ну, поэтому Аристотель, он... И критерий истинности в скептицизме, ну, в античном, по крайней мере, применяется вообще ко всему. Ну, то есть даже к даусизму его можно было бы применить. То есть, а какой критерий истинности у даусизма, например? Можно так спросить в рамках скептической, ну, скептической критики. Ну, нет, скажут, например, я не знаю. Ну, как-то они же созерцают путь, получается. Каким-то образом они на путь ведут. Путь — это вообще состояние. Да, это состояние. Состояние как критерий можно взять в данном случае. Нет, это другое. То есть истина — это состояние, можно сказать. Слово «истина» многозначно просто в этом смысле. Оно всегда многозначно было. Да, истина — это состояние в даусизме, это правда. Ну, и мы можем попробовать взять это тоже как критерий и усомниться в нем, наверное, соответственно. Нет, просто там фишка в том, что, насколько я понял, что вот если ты, например, читаешь что-то, ты анализируешь что-то, и, как бы сказать, более объективное, чем твое состояние, ты ничего не можешь в пример привести. То есть кто-то, например, открыл на себя, то это истина, например, там, что все коты там красные. И ты можешь только констатировать свое состояние, в котором ты до этого дошел объективно, а остальное все изменчивое. Ну, это такая своеобразная феноменология, только уже более древняя, чем сама феноменология. Да, феноменология Гуссерля. Есть. Ну, то есть феноменология Гуссерля, кстати, у препод такой был Парибак, и сейчас все еще есть. И он как раз сравнивает феноменологию Гуссерля там с йогой, с буддизмом, с даусизмом, как раз потому, что там преобладают созерцательные состояния, и мы ухватываем какие-то, в общем-то, элементы, условно, нашего опыта, которые, ну, являются, в принципе, неоспоримыми. Ну, вот как, вот поток этих ощущений вокруг нас, предметы такие. Интенции. Да, интенции в том числе тоже. Вот, интересно. Ну, это, вот, прежде всего, феноменология Гуссерля, она самка вся революционна, потому что планировалось, как бы, очистить философию от пройденного пути. То есть это отличает ее от... Ну, кстати, Гуссерль эмпиризм критиковал радикально, то есть эмпиризм – это наивное отношение к феноменам. Ну, соответственно, напоминаю, тоже интересно. И правильно, в некотором роде. Ну, то есть в том смысле, что на каждый эмпирический опыт приходится еще какая-то трактовка, соответственно. Ну, получается, что всякий опыт, он является грязным, это не является чистым опытом феноменологическим. То есть мы его не получаем чисто из восприятия, чисто вот сами по себе мы его, ну, не созерцаем. То есть всякий эмпирический опыт и его формулировки – это часть наших трактовок, соответственно. Ну, не очень хорошо, не очень чисто. Ну, может быть, я этим вопросом не задаю. Не, ну, понятно. А супрематизм? Как ты вообще к супрематизму пришел? Вообще, у меня тут несколько супрематистов есть. Прекрасный творец, но его сейчас вроде в чате он не присутствует. Он бы пришел, если бы заранее была заявка. Ну, вот. Знаешь прекрасного творца тоже такого чувака? Прекрасный творец? А, да, знаю. Он еще твоим голосом умеет говорить, если что. Его талант. Ну, я бы не сказал, что прям супрематист. Я с ним общался, ролик его я видел. А чем трусупрематист отличается от не тру, в общем? Как отличить? Мне кажется, уже трусупрематист, они просто... Это вещь такая очень, я бы сказал, редкая. А чем она отличается? Ну, во-первых, надо, как бы сказать, мыслить канонично, супрематизму. Супрема, это что значит термо? Термин супрем. Это доминанта. Доминанта, светокалористическая доминанта. Вот если... То есть именно что-то контрастное. А вот что контрастное, ну, именно что-то такое покоящееся, то есть плоскостное. Если, например, в картине... Я вот сегодня думал над этим. То есть если вот в картине вы видите чистую такую плоскость, она всегда выступает как композиционный центр практически. Вот если она ограниченная, как квадрат, она будет всегда доминировать в картине. А почему это так? Потому что у меня есть какое-то организационное начало. Может, это истинно вообще... Не, ну слушай, ты получается же вообще художник, да, еще изначально? Да, да. Технически. А ты учился в академии какой-то или ты, получается... А, то есть ты прошел через настоящую, в общем, академию и потом вышел на супрем... Это круто, слушай, вот это реально круто. У меня много... Я не вышел прямо на супрематизму, меня просто часто спрашивают про это. Я вот делюсь своими мыслями на этот счет. А в какой академии учился? В московской какой-нибудь или в питерской? Да, в московской. Но я не считаю, что там уровень образования был сверхвысокий. Но я и не считаю, что художнику нужно сверхвысокий уровень образования. Так что тогда творчеством заниматься вряд ли будет. Согласен. Большое количество людей, которые просто отлично учились просто. И еще помимо этого студентами уже вступили в союз художников. Все, они реализовались. А сейчас сами на выходе некоторые из них спились, например. Ну да. Да нет, я в принципе да, согласен. Я просто сам-то по себе... Я просто не выдающийся художник, если я не отношусь. Ну там вообще вот в Академии... Ой, в Выставкоме там нет таких талантов, чтобы прям их искусствовать. Я прям вот пронзала как-то насквозь. Я, кстати, много общался с представителями Академии. Репина, ну например, видел там их выставки, картины. Ну там действительно все довольно плохо. Ну как, скучно. Неинтересно. По-моему, вот стоит заметить, как в основном живопись такая реалистичная. Ну да, да, да. Ну вот я по этому и спросил. Вот получилось, что ты учился реалистичной живописи, но в итоге все равно как бы перебрался... Ну это просто понимаешь, все равно это теория. Она, во-первых, в композиции используется в какой-то мере. Это теория о логичной композиции. То есть она, в принципе... Ну, во-первых, я бы не сказал, что она очень трудозатратная. А во-вторых, ну почему бы и какие-то свои не высказать на этот счет. Блин, а вот у прекрасного творца у него получаются там всякие 3D вот эти вот модели, и это, видимо, это уже сверх, да, сверх того. Там сконцентрироваться на чем-то одном, ну нельзя получиться. Там нужно быть покоящим. Да, у него все в движении, вот эти вот, хоть и детали какие-то, но они динамически все движутся. Видео у него в основном, да? Ну я смотрел, я ничего против этого не имею. Пусть в своем направлении трудятся, но это не, как сказать, не приглашение на медитацию. Ну, слушай, с другой стороны, я бы очень удивился, я бы увидел прям супрематизм там или, допустим... Было бы, конечно, круто, если бы он, например, владеет, например, 3D-моделированием, он мог сделать оперу «Победа над солнцем» со всеми участниками там. Вот это было бы круто. Ну, я его не критикую. Мне нравятся его философские вот такие вещи, когда он что-то там сделал. Когда он там, у него какая-то кустарная философия там была, я вот когда смотрел, очень интересно, вот на стриме особенно. Я бы советовал ему философам ничего быть. Ну, он со мной, в общем-то, тусит иногда, мы общаемся тоже, соответственно. Заказывает видео свои, что прикольный чувак. Но он тоже в маске. А почему все в маске? Ну, безликость. А, понятно. Там три, канон 3B, безобразность, безликость и третий, я не помню уже. Ну, точно не беспредметность, может, беспредметность, но мне кажется, что там что-то другое. Ну, слушай, неплохо. Наверное, беспредметность, мне кажется. Слушай, в этом даже есть что-то от скептицизма, соответственно, какая-то пустота, что-то опустошенность, что ли, такая безликость. Круто. Ну, то есть, на самом деле, есть что-то тоже родственное в супрематизме. Если бы я, наверное, рисовал когда-нибудь, а не писал стихи и романы, я бы, наверное, может быть, даже супрематистом был. Вот. Ну, как? По крайней мере, тебе бы точно не заняло это много времени. А как же медитация? Медитация за тем, что ты сделал. Вот это было много времени. Медитация там, именно когда ты смотришь, что видишь, что-то пустое такое. Мысли останавливаются. Ну, то есть, грубо говоря, там же такое отношение было к искусству. Ну, я, конечно, в двух словах это говорю, что якобы, ну, вот, например, почему люди, например, пишут произведения? Они хотят наполнить пустой холст каким-то изображением, там, чем-то внутренним своим. То есть, получается, что пустой холст организует их деятельность. И из-за этого пустота, она как организационное начало выступает. Вот, только я так грубо сказал. Ну, слушай, например, у Штирнера из философов есть концепция творящей пустоты. Ну, Штирнер это там единственная его собственность, эгоизм там тотальный, да? И там есть довольно-таки опустошающая концепция. Все он называет призраками, и у него есть такое творящее, типа, начало, соответственно. И творится, по сути, из пустоты тоже получается. Вот. У меня, кстати, в стихах есть такая тенденция. Там, стих там про Деус Экс Нихила, Бог там из пустоты, соответственно. Деус Экмахина есть, а есть мой Деус Экс Нихила. То есть, Бог из пустоты тоже, соответственно, например. Тоже пересечение. У меня, кстати, стихотворение про ноль есть тоже такое. Ну, вот, чувствую какую-то вот тоже смежность здесь, соответственно. но это правда вот например весь физический мир фактически возник практически пустоты вот слушай а почему маргинал собака по архетипам да как ну это собака в моем представлении это умеренный интеллект у собаки умеренный интеллект это ее выживательный императив она что-то умеет делать например там вилять хвостом приветствовать зрителей например как-то давать лапу например и выдрессировать и может хозяин выдрессировать она будет договориться делать фокус какие-то но она дальше не пойдет потому что при этом как бы сказать этому императиву присуща экономия признак экономии вот например волка это умеренная воля потому что абсолют воли он убивает людей фактически это люди сгорают этой воли и все равно приходит к чему-то такому говоря не жизнеспособному а вот случай например интеллекта абсолютно человек приходит безумию поэтому надо экономить и кстати вот именно в этом начале таком но я так называю животные архетипы потому что как сказать я даю название животного потому что если я дам какую-то конкретику мне кажется это не будет работать вполне возможно но это это интересная тема то есть получается мы пока в общем то вообще со зрителями знаем только четыре архетипа собака жаба паук и свинья есть какие-то еще работ волюнтаризм это символ свинья свинина там паук это вот кантовщина всякая логика вот это вот так кто у нас еще какие жаба жаба это вот даосские жабы внутренний ритм какой-то искали вот путь блин в наруто еще жабы есть они тоже там какой-то с путь искали кстати я так и понял это отсылка на вот этих видимо даоских жаб всегда мы их сравнивали шабо мне дарить который там медитирует болоте короче да это коллективное обозначение то есть это не я придумал вот волки например это тоже коллектив коллективно бессознательно архетип же это часть коллективно бессознательного так потом собака но у меня есть еще знаешь вот какие-то такие вот так змея например и змея че змея делает но змея этот принцип экономности и прямолинейность такой в принципе императив тоже в людях можно встретить это когда да нет прямая линия цель шанские так потом орел орел человек в принципе духовно развитый вот был даже спиральный метод юнга по развитию духа и какой и в смысле дух должен быть развит что именно в духе но сумма смысле того что вот орел он царит высоко в мире и с другой стороны человек духовно развитый он смотрит как-то как бы сверху на все свои проблемы они представят перед ним мелочно поэтому духовно раз а вот ничего тогда как определить он с одной стороны получается волюнтариста с другой стороны вроде бы волюнтариста видит только грязь но наоборот стремится наверх взлететь к воздуху от земли оторваться все все тяжелое сбросить но это его философия соответственно ты его теки тяжелые воспоминания например текст об истории о вреде истории о вреде и пользе истории для жизни текст у ниши это история ну как собственно рассказ о том что историю собственно можно забывать чтобы воспарить непосредственно над собой и над воздухом чтобы она тебе не отягчало соответственно у ничи много таких идей которые его как бы вверх устремляют вот но ниши бы сейчас с орлом к этому стремился он утонул в говне как но с ума сошел просто в конце он считается вообще вот и он говорил что он именно не принял свой архетип этого сошел с ума интересно но просто тут волюнтаризм его соответственно научение о воле она дополняет вот это вот все воздухоплавание соответственно как не странно ну ладно более грязь более то 0 это грязь проституток воли она вкачана по максимальному и как это проявляется у как проявляется они во-первых аффициозно устойчиво целеустремлю на несколько только предмет на достижение собственной целью любым любым возможным способом ну да слушай да действительно есть такое и ки еще в общем архетипы идут дальше у меня есть богомол архетип богомол и что он ну это вот если паук это получается как бы сказать душегуб который человека чайку навязывают западные какие-то какую-то вот какой-то дискурс на который он потратит всю свою жизнь идет в конце как большое количество философ богомол это скорее такой же паук только восточного типа что оружие вот именно такой уж но таких много людей типа какие-то матчамики которые стремились к спорам там например как-то что-нибудь в рамках такого может быть есть просто люди которые на востоке сконцентрированы на спор на яйке там например какие-нибудь представители школы не может быть ну я просто не знаю это спорщики просто но это ребята которые создали систему логическую спору на востоке и они в общем логично это богомола логичный в данном случае ну да ну вот например софисты можно подбивают на аскезу остальных а на аскезу ведется к смерти все идет понятно например я правда не могу примеру провести школу но я про них как бы я могу если искать там привести школу мыслей которые просто подбивали к самобичеванию какой-то восточной философии это махали гасала вроде там какой-нибудь там вот эти вот ранние чуваки которые в итоге ну испарились как их там зовут гимна софисты их еще звали вроде бы еще голые мудрецы там всякие джайны некоторые скорее всего пойдут тоже сюда может быть ну ладно я пойду спать ладно спасибо тебе большое что и заскочил побеседовать как тебя добыть вообще но в дискорде добавься ну я тебя добавил хорошо буду тебе писать тогда спасибо еще раз всего доброго вот ну что друзья вот так вот вот так вот вот так вот сложилось неожиданно с лизардом я даже не знал что он общается собственно с акромаром и что с акромар так внезапно залетит вот по моему получилось нормально